Как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день? 101-й день войны. Михаил Подоляк говорит, что любые переговоры о мире в Украине за ее спиной неприемлемы, поскольку за нашей спиной более 100 дней уже войны полномасштабной с якобы второй армией мира. Но так ли эта ситуация выглядит в реальности и не пытаются ли все же за спиной Украины договариваться с Кремлем? Вполне возможно, что есть лоббисты российских интересов, которые могут пытаться организовать какие-либо переговоры. Но в любом случае подписантом будет Украина. И если наше руководство будет отстаивать национальные интересы, то никаких договоренностей без нас не будет. Хотя мы не исключаем, если Россия согласна выйти на границы 1991 года, вывести войска, да, мы готовы к переговорному процессу на таких условиях. А готова ли Москва? Потому что здесь также Михаил Подоляк, и не только он, в общем-то, тут говорит о том, что разговоры с Путиным вообще не имеют никакого смысла, потому что все эти разговоры для Путина ведут только к одному – достижению его личных целей. Ну, тут вы абсолютно правы, и я с Подоляком полностью согласен. Любые переговоры. Пока у власти находится Путин и его окружение, переговоры становятся просто бессмысленными. Олег, вот сегодня агентство «Униан» сообщило, что Запад готовит план прекращения войны в Украине. Украина напрямую в этих переговорах не участвует, зато участвуют другие страны, в частности страны Запада, США, Европа. Как это вообще выглядит для вас? Потому что война ведется на территории Украины, сейчас Украина пытается отстоять свою независимость и свою территориальную целостность. И возможно ли, что именно поэтому, из-за того, что вот эти страны Запада хотят каким-то образом мирно договориться и продолжить торговать с Россией, например, не поставляется вооружение, которое имеет дальнюю бойность? Ну, если брать за основу Германию, то, наверное, они так и хотят. Или, допустим, господина Макрона, который все хочет сохранить лицо Путину и ни в коем случае не унижать Россию за то, что она сделала. Поэтому, может быть, это и соответствует. Но пока план поставок вооружений идет, мы ожидаем уже прихода первой партии вооружения. И дальше в любом случае все будет решать поле боя, о чем бы, кто бы там ни договаривался. Италия уже выступала с инициативой мирного плана по урегулированию конфликта. Я сказал, на сегодняшний день все украинское общество согласно только на одно условие. Полный вывод российских войск в нашей территории. Да, тогда на этих условиях. Если они уговорят Путина, пожалуйста. Но они, в принципе, получат второго Гитлера. Путин не пойдет никогда ни на какие уступки. Я вообще не понимаю, как они его собираются уговаривать. Вот Путин, кстати, прокомментировал впервые по поводу новых вооружений США. Тут я процитирую. Он сказал так, что мы их щелкаем как орехи. Уничтожены десятки этих новых вооружений. Что бы вы ответили на это? Ну, я не знаю, где и какие десятки он считал, но те, допустим, гаубицы, которые нам передали, нет ни одной поврежденной на сегодняшний день, по нашим данным. И они все прекрасно ведут огонь и наносят довольно существенное поражение российским войскам. Ну, в общем-то, я как не военный эксперт, но периодически, каждое утро смотрю за статистикой, которую подает ваш украинский генштаб. И смотрю, что именно за последние недели появились потери совершенно другие. То есть, если раньше больше было личного состава, то сейчас именно какие-то потери совершенно другого технического характера. То есть, это именно потому, что начинают действовать эти вооружения или почему? Нет, вы абсолютно правы. Именно потому, что начинают действовать вооружения. Мы получаем, с каждой новой гаубицей мы получаем преимущество в дальности и точности. И при меньшем расходе боеприпасов мы поражаем российскую... А российская артиллерия просто не достает до наших позиций. Так что, что имел в виду Путин, говоря, что они щелкают, надо у них уточнить. Те самые орехи, наверное, про которые он и говорит, он и щелкает. Тут еще один момент. Вот для вас, вероятно, может быть, поясните, как военный эксперт, также разницу в этих вооружениях. То, что есть у российских военных и то, что есть в Украине сегодня благодаря вот этим поставкам западных вооружений. Потому что точность, вероятно, тоже имеет очень существенное значение. И серьезное отличие, точность ударов одних вооружений и других. Смотрите, ну, надо начать, наверное, с боеприпаса. Дело в том, что в западных образцах боеприпасов калибра 155 мм взрывчатого вещества примерно на 20, иногда на 30% больше, чем в боеприпасах советского или российского производства. Советского. У них там свои новых практически и нет. Поэтому эти боеприпасы мощнее, чем старые советские. Это раз. Второе. Действительно, все артиллерийские системы, которые мы получили, они используют новейшие программные обеспечения и автоматическую систему подготовки данных для ведения огня. При этом достигается максимальная точность. Ну, допустим, если у гаубицы 2С-19 МСТА-С российской отклонение на максимальную дальность стрельбы 24 км может составлять 170-200 метров, то у гаубицы М3-7 американской на такую же дальность отклонение может составлять 3-5 метров. Насколько серьезно все это способно переломить ситуацию на фронте и как быстро, когда мы увидим вот такие существенные результаты применения этого нового вооружения? Как только оно поступит в необходимых количествах. То есть вот та первая сотня, которая к нам пришла, она уже существенно повлияла на ход событий вокруг Севера Донецка. Мы уже сейчас не говорим о высокой вероятности окружения. Мы сейчас и говорим об уличных боях. И, кстати, сегодня в районе Севера Донецка было нанесено очень серьезное огневое поражение российским войскам. И мы продвинулись в Северодонецк и продвинулись вперед. А в районе Изюма добиваем сейчас остатки 35-й общевой войсковой армии Российской Федерации. Это они неделю перегруппировались и готовились к переходу в наступление в направлении Славянск. Вот так действуют западные образцы вооружения. То есть Дон несколько поторопился, когда заявлял, что Северодонецк уже чеченские оккупанты взяли с его стороны. Но также здесь другой вопрос. Означает ли это, что война позиционная или все же уже не совсем позиционная? На данный момент война имеет позиционный характер. Из-за интенсивности снижения боевых действий и невозможности ни одной из сторон перейти в решительное наступление. Они уже не могут, а мы еще не можем. Вот такая патовая ситуация, к сожалению, сложилась на фронтах. Но как только поступит вооружение в рамках Лейд-Лиза, мы сразу же начнем готовиться к контрнаступлению. И наше контрнаступление не будет позиционным. Мы не будем атаковать в лоб, как это делали российские войска, особенно в предыдущий месяц. Насколько это сильно выматывает и украинскую сторону, и российскую сторону? Потому что недавно Владимир Зеленский говорил, что в день, в сутки погибает от 60 до 100 украинских бойцов. И с каждым днем бойцов становится все меньше. Насколько это критично? Время сейчас на чьей стороне? Смотрите, время на нашей стороне. Давайте я просто уточню. Мы действительно президенту подали данные. Это количество потерь в самое начало этой недели. Самые ожесточенные бои за Лиман, за Попасную и за Северодонецк. Таких потерь у нас только было сейчас, в последнюю неделю. Все остальные дни потери были намного меньше. А в первую неделю, когда не было прямых боевых столкновений, то потери вообще были минимальные. Поэтому президент назвал эпизодические потери в одной военной операции. Именно на Северодонецком направлении. А во все остальные дни потери были намного меньше. И просто простым умножением, некорректно считать, цифры будут не соответствовать действительности. Скажите, еще хотелось бы вернуться к белорусскому направлению и то, что там происходит. Потому что звучат эти голоса, что если Путин Лукашенко дожмет, то будет это означать, что он все-таки ввяжется. Хотя сложно сказать, что он уже не ввязался в эту войну, если десятки ракет прилетели из белорусских территорий после разрешения Лукашенко. Можно ли все-таки жителям Черниговщины, Житомирщины быть спокойными в этой ситуации? Ну, я думаю, что спокойными до конца в нашей стране сегодня нельзя быть. Потому что ракеты прилетают по любому населенному пункту, в любую точку Украины, к сожалению. Но, в принципе, скажу, что угрозы того, что завтра начнется наступление, тоже нет. Нет формирования ударной группировки, то есть мотострелковых, танковых подразделений, не сосредотачиваются на каких-то отдельных участках. Мы видим ротацию войск, которые находятся на усилении границы. Мы видим минирование со стороны Белоруссии. Кстати, вызывает тоже некоторые вопросы, зачем минировать свою территорию, если по обещаниям собираются наступать, а не оборонять. Кстати, у меня тоже вопрос возник. Я даже второй раз перечитал этот материал, подумал, что я чего-то не понимаю. Зачем белорусы минируют свою территорию? То есть это достаточно странно выглядит. Что здесь Лукашенко придумал? Может быть, от России хочет защищаться таким образом? Нет, это продолжение вот той сказки, что еще армия не готова. Это вот спектакль, который он разыгрывает уже в течение всех трех месяцев для Путина. Откуда такая интенсивность учений? Откуда вот это минирование? Откуда создание народного ополчения? Он показывает, что вот-вот мы готовимся к войне, но мы еще не готовы. Нам еще надо один раз на учения сходить, еще надо оборону усилить. Помните его знаменитой фразой, которая стала мемом в интернете? Что я вам сейчас карту покажу, откуда должен был быть удар по Белоруссии. Так вот, это все продолжение одной темы. А создание народного ополчения, это, мне кажется, он выбирает из двух зол наименьшее в том контексте, понимая, что Путин может прибегнуть к его свержению, ну, такому, скажем, внутреннему тихому перевороту. Для того, чтобы военный кабинет, который его может заменить в этот момент, отдал приказ армии о наступлении. Он прекрасно понимает. Поэтому он ищет консенсус с обществом, понимая, насколько это опасно, но он ищет консенсус с обществом, что если вы меня защитите, то я не буду втягиваться в эту войну. Ну, консенсус с обществом Лукашенко потерял в 2020 году окончательно, по-моему. Да, я прекрасно это понимаю, но он мечется в поисках ситуативного союза, кто ему гарантирует, что его завтра не вынесут из дворца. При этом поступает информация, что белорусам предлагают подписывать российские военные контракты, то есть выступать такими добровольцами или наемниками российской армии. И якобы есть уже такие люди, около двух с половиной тысяч человек, такая цифра называется, во всяком случае. Вы можете как-то это подтвердить, есть ли у вас такая же информация или это все просто слухи? Я вам даже скажу, где они воюют. В районе Васильевки, в Запорожской области. Они под чужим флагом, в российской форме, с российским оружием воюют на стороне Российской Федерации. Вместе с российскими солдатами. Только гибнуть они все же будут потом, как белорусы, и хоронить их будут белорусские семьи. Насколько я знаю, в Белоруссии где-то недели три назад прошли похороны, 9 человек хоронили, которых привезли из Украины убитыми. Вот именно из этой когорты, которая подписывает наем с российской армии. Везут этих погибших, я так понимаю, через Российскую Федерацию? Да, абсолютно правильно. А что это значит? Кажется ли вам, что это повод для Лукашенко не вступать открыто в эту войну? Он отдал людей, вот, пожалуйста, берите, пусть воюют, но официально мы не при делах. Вполне может быть. Я думаю, что тут торг уместен по любому поводу, лишь бы пропетлять от официального вторжения армии. Потому что я думаю, что официальное вторжение, когда будет в результате боевых столкновений, когда будут огромные потери, это уже просто не сойдет ему с рук. И я думаю, что в Белоруссии это может вызвать реально социальный взрыв. Но вот эти наемники для Российской Федерации, ведь когда мы слышим про подписание контрактов где-то в Петербурге, когда говорят о каких-то огромных суммах первых выплат, а потом, если погибает наемник, то семьям тоже обещают какие-то миллионные выплаты. В ситуации с белорусами, ведь это другое формально даже государство, хотя, конечно, там Лукашенко уже подчинил все Кремлю. Но в этой ситуации получается, что люди идут гибнуть и все? Ну, нет, они обещают зарплату. Я знаю, что наемникам они обещают. Кто идет по найму, типа частных военных компаний, там до 350 тысяч рублей в месяц обещают. Российских рублей? Конечно, конечно. Россия. Единственное, вот у них, кстати, почему не получился найм из африканских стран, они пытались набрать, и из арабских стран, в частности, Сирия, потому что сирийцы четко сказали, только в долларах и только вперед, деньги вперед. И поэтому там такого масштабной вербовки и не получилось. А здесь, да, здесь российские рубли. Страховые выплаты производятся только если соблюдается условие контракта. Что это значит? Ну, очень тяжело сказать на данный момент. Но если Российская Федерация сейчас не в состоянии выплачивать своим погибшим, военнослужащим вооруженных сил России, они сейчас на законодательном уровне хотят отобрать у местных советов право вот этих социальных выплат по гибели и по ранению, в результате гибели и в результате ранения, и передать их военкоматам, чтобы вообще даже данных о количестве выплаты, кому выплатили, кому нет, не было. А вообще вот есть прецеденты в России, наша разведка сообщает, что да, приходили после госпиталя раненые в военкомат для оформления выплат. Им сказали, вы числитесь на учениях в Белоруссии, принесите справку, что вы принимали участие в специальной военной операции. Тогда будем разговаривать. Олег, также сегодня пришли новости о том, что состоялся обмен телами 160 на 160. Насколько я понимаю, что это значит? Значит ли это, что Россия передала Украине тела погибших украинских солдат? И как бы она их получила? Можете немножко пояснить, если у вас есть об этом информация? Да, дело в том, что такие вопросы, эти гуманитарные вопросы, они всегда решаются в ходе военной кампании. И мы очень, ну для нас это положительно, то что в конце концов российская сторона начала решать эти гуманитарные вопросы. При этом, видите, мы предлагаем, как всегда, всех на всех менять, но Россия очень ограничивается. Вот у них было, они же вели наступательные действия, поэтому не всегда у нас была возможность забрать тела убитых наших солдат с поля боя. Поэтому у них есть какое-то количество тел. Но своих, допустим, забрать те там уже больше 10 тысяч, которые находятся у нас, они отказались. Они меняют один к одному. Ну, хотя бы так, мы забираем своих. Своих не бросаем, кажусь, яны, але при этом бачим, як выглядая рычайсность. Дякую за эту размову. Войсков эксперт Олег Жданов з Украины, сподарства, был з нами на видео-совезе.